Каникулы в пожарной части. Смоленский школьник Никита Железняков мечтает связать свою судьбу с пожарным делом. Он решил выяснить, возможно ли не дожидаться, пока он станет взрослым и побыть пожарным уже сейчас. В управлении МЧС мальчику пошли навстречу. Как прошло первое дежурство будущего борца с огнем, увидела моя коллега Анастасия Артеменко. Вместе со спасателями норматив по надеванию боевой одежды отрабатывает и школьник Никита Железняков. Хоть он и не профессионал, но справился не намного медленнее своих бывалых коллег. А это тренировка с дыхательным аппаратом. Никита Железняков мечтает стать пожарным. Ради учебы в классе пожарно-спасательного профиля он ездит в 28-ю школу через весь город. Ему не терпелось попробовать себя в героической профессии, и он решился написать в главное управление МЧС. Мне очень хотелось узнать, как проходит день пожарного, почувствовать это все на себе. Я написал письмо, через какое-то время мне позвонили и сказали, что ваше заявление одобрено. Никите сразу объяснили, что тушить настоящий пожар ему не разрешат, потому что у него нет специального допуска. Однако в остальном его дежурство не отличается от настоящего дня пожарного. Тренировки и теоретическая подготовка. Показал себя с очень положительной стороны, подготовленный довольно-таки до первого раза очень хорошо. Однако вызов на ЧП все-таки случился. И вот по сигналу тревоги спасатели собираются и выезжают в полной боевой амуниции. Правда, когда грузовики завернули во двор пожарной части, стало ясно, что тревога тоже была учебной. Но будущему огнеборцу удалось ликвидировать условный пожар. Я представлял себе не так красочно и эффектно, но то, что получилось сегодня, мне очень порадовало, удивило, очень понравилось. Никита признается, что этот день приблизил его к осуществлению мечты. В ближайшем будущем он наверняка пополнит ряды МЧС. Анастасия Артеменко, Максим Григорцевич, Вести, Смоленск.